Мы планируем сейчас побеседовать, перейти от тем политических к темам спортивным. Мы побеседуем с доктором, с известным спортивным врачом и спортивным комментатором Сергеем Бавле из Санкт-Петербурга. Сейчас мы попробуем с ним связаться. Мы поговорим с ним о той ситуации, в которой оказывается российский спорт в свете тех санкций, которые уже начали применять. К чему это может привести и чем это может закончиться. Мы с вами неоднократно беседовали о допинге, о всем, что с этим связано. Сергей, здравствуйте еще раз. Вопрос вот какой. Мы сейчас были свидетелями того, как последние сутки появлялись все новые и новые сообщения о дополнительных санкциях, которые будут применяться к российскому спорту. То есть как бы еще не отыграли ту самую отрыжку с этими скандалами допинговыми, которые происходили на Олимпиаде и до того. И сейчас вот, так сказать, новая напасть. Что конкретно будет предпринято против российских спортсменов и как это может отразиться на их деятельности? Ну уж тема допинга покажется нам с вами детской забавой. Да, про допинг как-то уже все давно забыли. Да, да, да. Совершенно верно. Конечно, к российскому спорту я опасаюсь, потому что мы можем запросто вернуться к доборе знакомой людям старшего поколения, к которым, увы, отношусь и я, спортехиадом, народов СССР. Только вот СССР проблема, поэтому, видимо, народов России. Дело-то все в том, что идет отстранение за отстранение, бан за баном, бойкот за бойкотом. Не всегда это выглядит этично с той точки зрения, что вот, допустим, вот президент Федерации футбола Франции высказался за отстранение России от участия в стыковых матчах чемпионата. Это его позиция, что называется, имеет право, ФИФА будет разбираться. Но действительно, вот ключевое здесь имеет право. Вот когда министр спорта Польши высказывается с тем же предложением о сборной Польше играть в стыковой матч с командой России в Москве, фактор своего поля никто не отменял. То здесь прямой поиск выгоды не самым благовидным, не самым этичным путем, на мой взгляд. Поэтому вот, пожалуйста, Франция, Англия на здоровье. Имеет право на свою позицию. Она может вызывать уважение или нет. Ее можно разделять или не разделять. Но здесь, по крайней мере, нет поиска. Вот я напомню из истории. В 60-м году первый кубок Европы. И в четверть финал сборная СССР по жребию принимает сборную Испании. Естественно, что генералиссимус Франко свою команду в Москву не пускает. Но убивает сборную Испании. Здесь, так сказать, его личный выбор. Он не ищет выгоды здесь для своей команды. 13 лет спустя, в 73-м году, то есть Брежнев не пускает советскую сборную на стыковой матч отбора мирового первенства в Чили, где режим пенотета. Опять же, убивает собственную сборную. Но не требует отстранения Чили, как Франко не требовало отстранения советской сборной. У поляков позиция менее этически выверенная. У поляков чехов-шведов, которые могут встретиться с советской сборной. Не такой уж грозной силой. Так ведь и поляки с чехами и шведами не такая уж грозная сила. Биатлон. Практически мы его сейчас уже лишились. Потому что в этом году на этапах Кубка Мира оставшихся россияне не побегут. Участвовать не будут. Это все, безусловно, тяжелее. Тут, опять же, абсурдно скрывать, что это тяжелейший удар. Изоляция – тяжелейший удар по российскому спорту. Но прежде всего по спортсменам. Это люди, которые... Мы же знаем с вами, что жизнь, так сказать, спортивная жизнь, а тем более человек, который показывает высокие результаты, она, к сожалению, весьма и весьма коротка. И вот он готовится, готовится, готовится к соревнованиям, а потом раз, и к следующей неизвестно, будет ли он в форме. По болельщикам, конечно. Хотя по спортсменам в гораздо большей степени. Не только по российскому. Потому что я вам скажу так, что есть виды спорта, которые... Ну, я просто плохо представляю себе, без России они умрут очень быстро. Достаточно популярные, вот, например, фигурное катание. Огромный подъем популярности фигурного катания в последние несколько лет в значительной мере связан с российскими девушками. И не только девушками, но, в первую очередь, молодыми девушками, которые там прыгают четверные обороты под купол дворцовского. Художественная гимнастика, синхронное плавание. Мы помним скандал с израильской девочкой Лероя Шрам. Да, это все было. И тем не менее, куда художественная гимнастика без России? А ведь все это сегодня под ударом. Тут все возможно. Что касается проведения спортивных мероприятий, то есть я читал, что УЕФА отменила проведение в Питере футбольных чемпионов. Матч финального матча Лиги чемпионов, который должен был быть в Петербурге. Опять же, никакого, так сказать, не хочу ни злорадствовать, ничего ни перед кем, ни над кем и так далее. Безусловно, Петербург потерял. Безусловно, Петербург не посмотрит этот интереснейший матч вживую. То, что Газпром-арена сегодня один из самых лучших и комфортных стадионов мира, не отрицается никем. Опять же, стадион под крышей. Это несмотря на Бакланов, да? Несмотря на Бакланов и несмотря на то, что пока его достроили, довольно немалое количество народу подсело, как бы помягче выразиться. Сергеевич, я просто должен напомнить, просто не все это питерские знают, о чем идет речь. Просто когда построили Газпром-арену, то там было много казусов с ним. В частности, там были проблемы с крышей. И тогдашний заместитель губернатора заявил, что это Бакланы. То есть птицы налетели, и вот они там постоянно клевали, и поэтому крышу проклевали. Ну, надо честь отдать руководство стадиона. Я сам бывал на этом стадионе. Они в результате поставили такой небольшой памятник этому Баклану. Это теперь такое довольно знаковое место. Все ему приходят, так сказать, и бьют по носу. Еще раз повторю, во сколько обошелся этот стадион, это другая тема. Но стадион-то великолепный. Да, стадион великолепный. Сергей Аковлевич, какие, на ваш взгляд, какие прогнозы? Это временная ситуация, потихонечку это может выправиться. То есть политика политикой, но спорт, он всегда как бы был вне политики. То есть за действия политиков не должны страдать спортсмены. Ну, зрители тем более. На ваш взгляд, это пройдет какое-то время, немножечко все выровняется, и можно будет участвовать? Нет, не думаю, я объясню почему. Насчет того, что спорт вне политики, это очень красивый лозунг, но и не более того. Давайте вспомним Московскую Олимпиаду 50-го года. Симметричный ответ через 4 года Восточного блока в Лос-Анджелес. К сожалению, это очень красивый лозунг и не более того. Поэтому ситуация целиком в руках политиков. А вот в этом плане я от прогнозов воздержусь. Меня нередко поругивали, десятилетие уже поругивают за избыточную, может быть, действительно смелость в плане прогнозов спортивных. Я люблю их давать и люблю печатать свои прогнозы. Все же журналисты на это идут, я на это иду смело. А вот что касается прогнозов политических, я бы воздержался, и до тех пор, пока политическая ситуация не стабилизируется, возвращение российского спорта в полном объеме на международные арены, разумеется, маловероятно. Поэтому давайте с этим пока обождем. Как пойдет ситуация, я не знаю. Спасибо, спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с Сергеем Бавли, спортивным журналистом, спортивным врачом. Сергей Яковлевич связывался с нами из Санкт-Петербурга. Наша программа продолжается. Я бы хотел, прежде чем мы перейдем к следующему айтему, немножко ответить на некоторые комментарии, которые пишутся в Ютубе к нашей программе. Ну, там на всякие разные мелкие оскорбления, гадости я отвечать не буду. Смотрите, мы 10 лет, наш канал существует, и мы привыкли ко всему, поэтому, так сказать, оскорбления эти абсолютно никого не задевают. Если бы они нас задевали, мы бы 10 лет не работали. Так вот, я хочу пояснить. Во-первых, наш телеканал — это телеканал журналистский. У нас нету над нами боссов, нету никаких олигархов, которые нам платят. Мы существуем только на рекламу. Второе. Мы изо всех сил с первого дня нашего существования даем объективную информацию. То есть, если мы, упоминавшаяся Карабахская война, и первая, и вторая, то есть, если мы говорим о Карабахе, говорили, мы обязательно давали мнение азербайджанского специалиста, мнение армянского. Это было обязательно. В дополнение давали российского или еще какого-то. То есть, мы соблюдаем вот этот паритет и вот эту объективность изо всех сил. Поэтому нас периодически обижают. Одни нам говорят, обижают, оскорбляют. Одни говорят, что вы продались Кремлю, кремлевская помойка. Другие говорят, что вы продались Киеву, вы, значит, продались Гейропе и так далее. Поэтому, когда вот мы читаем такие оскорбления, как бы это для нас не оскорбление, а для нас это комплимент. Так что спасибо большое, значит, мы все очень правильно делаем. Теперь по поводу экспертов. Вот тут говорили, что абсолютно некомпетентный эксперт. Господин Велизаде, мы знаем его много лет. Мы с ним много лет ведем программы. Он очень грамотный, очень авторитетный. Его приглашают на все ведущие конференции, съезды и так далее. Причем и в Россию, и за рубеж. Поэтому то, что он говорит, нам очень интересно. Я надеюсь, что вам тоже. Тем более, что я еще раз подчеркиваю, мы пытаемся дать различные точки зрения. Когда вы смотрите российский канал, вы получаете абсолютно российскую точку зрения. Когда вы смотрите канал, скажем, украинский, вы получаете украинскую точку зрения. Применительно к этому конфликту. Смотрите, вы европейский, там совершенно другая. Мы пытаемся дать разные. Мы никому не продались. Может быть, просто достойную цену не предлагали. Но мы никому не продались. Поэтому интересы, которые мы отстаиваем, на чью мельницу воду льете, мы прежде всего оставим интересы нашего государства, где мы живем. То есть Израиля. И Израиль находится в данном случае в уникальной ситуации. Потому что у нас хорошие отношения с Россией и неплохие отношения с Украиной. Поэтому именно сегодня наш премьер-министр беседовал с Владимиром Путиным по просьбе Зеленского. И предлагал себя в качестве посредника для этих переговоров. Мы знаем, что наш премьер-министр сравнительно недавно был в России. Ну, недавно, это несколько месяцев назад. И его беседа с... Путин принимал его в Сочи. Его беседа, которая планировалась по протоколу где-то на 2,5-3 часа, затянулась настолько, что пришлось всей делегации остаться на выходные и переночевать в этой резиденции. Поскольку улететь обратно они уже не могли. Поэтому ситуация, сложная ситуация. Скажем так, двояко Израиль изо всех сил пытается, так сказать, сохранить нейтралитет. Потому что мы не хотим ссориться ни с Россией, ни с Украиной. У нас есть общие интересы и с Украиной, и с Россией. С Россией мы постоянно контактируем в Сирии. Мало того, вчера было сообщение Министерства иностранных дел России. Мы знаем, что посла, чрезвычайно полномочного посла Израиля в России пригласили в МИД на беседу. Это было связано с заявлением нашего министра иностранных дел по ситуации в Украине. Но при этом было подчеркнуто, это было доведено снова до сведений нашего правительства, что то сотрудничество, которое происходит и которое существует между Израилем и Россией в Сирии, оно сохраняется, ничего не изменилось. Я напоминаю, что на протяжении всего периода присутствия российского контингента в Сирии действует голящая линия между штабом российских вооруженных сил в Сирии и израильским. Это в прямом смысле прямая линия. И каждый взлет, чтобы вы понимали, каждый взлет израильских самолетов о нем сообщается российской стороне. И каждый взлет с базы Хаминаи российских самолетов идет предварительное сообщение в Израиль по этой горячей линии. С израильской стороны там дежуют офицеры, которые знают русский язык. Специально подобранная команда, которая отвечает, чтобы не было никаких в этом плане недоработок. Мало того, были неоднократные случаи, когда российские самолеты, так сказать, во время разворотов, тут у нас все очень маленькое, залетали на израильскую территорию. Всегда было предупреждение и никаких инцидентов никогда не было. Был один инцидент, о котором вы знаете, это сбитый самолет, который сначала пытались повесить на Израиль. Была активная такая вот галтевая кампания. Потом все утихло. И потом, в принципе, российский генеральный штаб тоже по-тихому признал, что, конечно, Израиль тут был ни при чем. Сбили его сирийцы. И в тот момент, когда самолет был сбит, израильские самолеты уже находились на своих базах. То есть они уже давно приземлились. Поэтому спрятаться за этот самолет, как тот же самый Коношенков, который врет, как дышит, все время говорит. То есть это была абсолютная чепуха. И они знали, что это чепуха. Но это необходимо было в тот момент разыграть такую карту и поднять такую волну. Я так пробегаю мельком. Таких серьезных вопросов я больше не вижу. Если у вас такие вопросы возникнут, вы их можете писать. То есть мы в перерывах между айтемами, между нашими спикерами попытаемся на них ответить. Еще самое главное я забыл вам сказать. Очень многие пишут, и в сегодняшней нашей программе и в предыдущих пишут о том, что вот, а почему же вы не обращали внимания, когда то, что творилось на Донбассе. Это ложь. Это явная ложь. Наш канал всегда, с первого дня того, что происходило на Донбассе, всегда освещали этот момент. Мало того, когда в ДНР и ЛНР были выборы, наши представители туда ездили. И мы сняли фильм на эту тему. Он, кстати, на нашем канале сейчас мы его заново опубликовали, поскольку, так сказать, ситуация такая. И в этом фильме мы показали, как проходили выборы на Донбассе. Как это беседовали. Там наш представитель, наш Александр Ронкин, там был. Он брал интервью у людей, которые там были. Мы связываемся постоянно с журналистами, которые там живут и работают, с тем же Рамилем Замдыхановым, который у нас вчера был в эфире. Поэтому мы все время освещали эту информацию и все время держали руку на пульс и сообщали израильским зрителям, и не только израильским, что там происходит. Вопрос, вот то, что там происходило, оправдывает ли это то, что происходит сейчас в Украине, решать вам, на мой взгляд, нет. Не оправдывает. Но, еще раз повторяю, у каждого свое мнение, и поэтому выплевывать, так сказать, в эфир какие-то оскорбления или писать какие-то оскорбления, это абсолютно бессмысленное занятие. Я позволю себе сделать небольшую паузу, мы сейчас свяжемся со следующим нашим спикером и вернемся в эфир буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.